Всем привет! Продолжаем карабкаться по рейтингу деревянной лиги. Сейчас придумаю что-нибудь новенькое, стратегии. Просто не хочется придумать что-нибудь плохое, чтобы снова проиграть против кого-нибудь и придется платить 20 даймондов. Так, то же самое. Просто смотрю, думаю, может там зомби какие-то новые. Нет, то же самое. То же самое, вот наша предыдущая стратегия. Я тут отбал, да и вообще, почему такая стратегия? Что это? Это вообще не то. Но у нас, заметьте, теперь третьего уровня адванчик. Получается, что мы больше очков должны зарабатывать, нам легче будет. Больше урона у него там, все дела. Посмотрим, что получится. Значит, берем, как обычно... А, мы, кстати, без этого, бесплатного я уже пробовал. Я хотел попробовать теневые растения, помните, я говорил. Давайте тогда без подсолнуха будем делать, вспоминать, как там играть. Теневые растения, значит, да. Такое растение. Вот это. И что же еще? Может быть, стенку, что ли, взять? Я не знаю, смогу ли я этими всеми растениями хорошо убивать. А вот заморозку я бы взял, кстати. Без стенки, но заморозкой. Или вот, например, вот так, да. И хотя так будет сложно, я так уже вижу. Ну и стенка нужна по-любому. И заморозку я тоже хочу, на самом деле, делать. Поэтому не знаю. Просто заморозкой мы больше очков получаем. Их сразу убиваем, пока они заморожены. Пока они не дошли на левую сторону. Где вообще очков почти не дают. Поэтому в этом проблема. Ой, а я не взял вообще ничего, видите. Придется проигрывать. А, что я не взял? Я же новое растение это взял. Я уже забываю. Да, мы же взяли новое растение. Значит, как я буду делать? Давайте попробуем вот так. Вот так. Вот так. Так, 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 так. Это заморозку. Хотя, подождите. Давайте еще больше их сделаем. Нам же солнце нужно. Нужно. Как-то так. Сейчас посмотрим, что получится. О, что это? Двойной скорость нажал, не туда. Поехали, ладно. Смотреть, смотреть. Я просто боюсь, что мы проиграем. Поэтому надо аккуратненько сыграть. Снизу зомбачок. Значит, мы сюда ставим. Получаем солнце. Сверху ставим. Теперь все нормально у нас. По центру мы ставим вот так. Заморозочку туда. Сюда стреляющего. Может быть... Не, а все равно нужны... Адуванчики. Я так думаю, может без них попробовать. Но мы уже... Все равно у нас есть целый слот под адуванчики. Мы его должны использовать как бы. Поэтому давайте уже тогда использовать, что ли. Сдуваем. Сдуваем. Давайте еще поставим за 50. Больше солнца, чтобы было. Чтобы все было лучше. Все, первый адуванчик пошел. Сюда еще поставим. Сдуваем их быстренько. Ставим стенку. Так, 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 так. Я просто... Просто, просто аккуратно пытаюсь играть. Чтобы все было хорошо у нас. Так, давайте сюда поставим. По центру. Все, вроде нормально. Ой, сдувать надо, я забыл. Сдуваем. Все, теперь я хочу больше адуванчиков сделать. Сейчас мы копим на адуванчиков. Побольше поставим. По 250 они. Сдуваем. Время адуванчиков. Так, снова сдуваем. Так, сейчас адуванчик будет. 250. Мне всего 5 солнца не хватает. Давай, придется сдувать. Сдуваем. Так, туда минку надо поставить. Ну, не минку, а стенку. Минку, стенку. Давайте по центру поставим. Ну, что, по очкам? Пока не знаю. Сейчас все очки начнутся... Набираются вот сейчас вот. В поздней стадии игры. Поэтому пока не скажу, насколько мы там много. Мало очков набираем. Может быть, брать еще теневое растение, которое по области урон наносит. Тогда надо, я не знаю, стенку убирать без стенки, что ли. Но стенка очень крутая. Я не знаю. Если стенку убрать, они сожрут тогда ледяных дракончиков. И дальше пойдут. То есть, не знаю, не знаю. Что делать? Непонятно. Мало слотов. Был бы седьмой слот. Было бы уже больше вариантов стратегии. А так, получается, супер мало вариантов, что можно придумать. Мы даже миллион, кстати, не набираем этой стратегии. Как-то 750 тысяч сейчас как-то. Но осталось мало времени. Я, конечно, ледяных сейчас дракончиков вот так сделаю. Попробую что-то сделать. Но уже 8-7 секунд. И уже... Ну, миллион набрали. Окей. Миллион набрали, это неплохо. Что у нас за оппонент был? Я не знаю. Он 16 тысяч набрал. Давайте смотреть его растение. А дуванчик двойной, подсолнух, кукуруза. Ну, короче, ерунда какая-то у него, честно. Я не знаю, как он убивал. У него просто урона не было. Поэтому и очков мало набрал. Они все сожрали у него быстро. То есть у него... У него не было ресурсов быстро. Он, скорее всего, вначале поставил эти бумеранги, например. Да? У него не осталось больше солнца. Он не ставил двойной подсолнух. Из-за этого у него вообще не было никаких ресурсов всю игру. Поэтому у него такой плохой результат. Что мы там выиграли, я не видел. Что там? Полторы тысячи монет. Ну, ладно, окей. Хоть что-то. Здесь награды прикольные. Но они начнутся там. Если бы у меня не сбился стрик, это были бы нормальные награды. Мы на втором месте. Первый чувак перестал играть. Он там 105 набрал и все. Я решил, типа, все, я первый и пойду спать. Все, хватит играть. Но мы играем. Мы его сейчас пытаемся догнать. Еще, конечно, много впереди. Много-много игр. Больше, там, десяти точно. Их считать по очкам. И надо все выигрывать, конечно же. Ладно, возвращаемся к нашей стратегии. Знаете, что не понравилось? Может быть, убрать заморозку. И попробовать использовать. Просто мы один раз попробуем сейчас. Попробовать взять, например, вот это растение. То есть, оно же по области наносит офигенный урон. И, может быть, это будет круче. Просто пытаемся попробовать. Если не получится, я больше так не делаю. Так, как же нам надо выставить эти растения, чтобы было бы получше? Наверное, вот так, вот так. Они по 50, я их много поставлю, на самом деле. Так, я просто думаю, вот так, что ли, их ставить? Шесть, например, да? Или это не лучший вариант? Как вот лучше их распределить? Ладно, будем смотреть. Поехали. Я поставлю шесть, но, может быть, надо было больше их делать. А вот не хочу слишком много, чтобы было их. Попробовать так хотя бы вначале. Так, ставим вот это растение. Что я хотел проверить, сколько выстрелов она будет наносить вначале. Как она быстро убивает. Ну, а по области хороший урон. Я помню, я запомнил это растение. Огромный урон наносит. Поэтому я и хочу протестировать его. В первую очередь. Так, дуванчик готов. Сдуваем. Здесь у нас так. Здесь ставим эти растения за 75. Они очень хороший урон тоже наносят. Так, там взорвалась стенка наша. Еще один одуванчик добавляю. Так, по очкам мы пока переигрываем оппоненты. Это самое главное. Но я еще хочу больше миллиона, например, набирать. То есть, в прошлый раз мы набрали миллион. Надо сейчас на миллион сто, например, набрать. Значит, стратегия, типа, лучше работает. Все дела. Типа. Сейчас я плохо сдул. И мало очков потянул. Мало очков мог больше получить. И сразу сдул. Надо постоянно сдувать. Вот это, конечно, меня напрягает. Ну, просто сдуваешь по кулдауну. Появляется растение. Сразу ставишь. Сдуваешь, сдуваешь. Однообразие просто. Там я к этому говорю. Что, немножко все-таки... Ой, я что-то не то нажал. Они все сгорели. А я что-то нажал в последний момент. Ошибочка у меня вы видели, да? Сверху. Что-то я еду использовал. Я думал, ну ладно, еду сейчас использую. Типа, момент такой. И это не нужно было делать. Сейчас, видите, проблема нет заморозки. Все-таки без заморозки сложнее получилось. Может быть, урон у нас вырос. Но так как они быстрее передвигаются, в этом вся и сложность. Что они супер быстро передвигаются. И они успевают ничего сделать. Они еще чуть-чуть пройдут, и уже все. У нас проблемы будут. Еще пока что держимся. Еще держимся. Давай-давай, сдувай. Так. У нас 40 секунд. По очкам будет больше. Я уже как-то чувствую это что-то. Видно, что больше. У нас неплохой урон пошел как-то. Как-то что-то как-то лучше у нас. По урону. Они сразу едят. Видите, я только ставлю под зомби. Они сразу едят. То есть я даже еду не могу кинуть. Ничего. У нас только жестко сейчас все. Еще не то поставил. Подсолнух надо было ставить. Ладно, сдуваем. Да, очков было бы больше, если бы не начали есть у нас тут прям под боком. Зомбаки. Ну да, 1200 сейчас, наверное, будет. Еще какой-нибудь взрыв там сейчас. Что я уже почти не убиваю, видите. Все убийства были с помощью ветродува. Кстати, многие игроки не используют ветродува. Неужели это премиум растение или что? Нет, это, по-моему, не премиум. Обычное растение, доступно всем. Видите, у соперника. Он еду выращивал, замораживал. И вообще, как он убивал, по сути. То есть у него ничего не было. Посмотрите, еда не наносит урон. За ноль растение дает только солнце. Не наносит урон. Подсолнух не наносит урон. То есть у него суперстратегия. Было много солнца. И он одних дракончиков ставил. Ну и стреляли, конечно, дуванчики. Но они долго перезаряжаются. Он много их не успел поставить. Но дракон у него пятого уровня. Так что там, наверное, в начале было легко ему. Но очков у него 350 тысяч всего лишь. Так, ну что, следующий надо выигрывать. Там будет у нас 10 апгрейдов на подсолнух. А мы там... О, не подсолнух, а одуванчик. А там уже скоро четвертый уровень проапгрейдимся. Если что. Это надо. Так, десяточка на вот это у нас растение получит. Второй уровень? Неужели? Как-то редко выпадают вот на это растение апгрейды. Вот я сегодня выпала. Но на это растение нам уже не нужно. Видите, сколько? 90, там, 88 апгрейдов надо, чтобы на второй уровень это слишком много. Я столько не наберу. Ладно, а что ждать-то? Поехали сразу дальше. Мы играем против Розали. Розали. Роза-ли. Окей. Берем то же самое. Но нам нужна заморозка. К примеру, если я сделаю то же самое, но без стенки. Нужно ли нам это? Вот что я думаю. Наверное, нет. Наверное, все-таки теневые мы оставим. Уберу я эти теневые. Мы их затестили. Мне это не особо понравилось. Я по очкам нормально, но я и так могу столько набрать и без теневых растений. Поэтому что-то мне этот вариант не особо понравился. Поэтому думаем, что-нибудь другое придумать надо. Не, а можно через гипноз играть, как обычно. То есть ставить гипноз, как мы в прошлый раз играли. Но без заморозки, например. Я не знаю, сработает эта тема. Наверное, нет. Потому что зомби здесь слабенькие все. Ну, то есть тут нет прям супер каких-то крутых грагантюа или еще что-нибудь, что переманивать выгодно, да, получается. Ну, последний слот, это я не то нажал. Конечно же, ветродув. А где ветродув-то? Я уже потерял его. Сверху-то, да. Ветродув. Уф, я просто уже подустал. И поэтому найти ветродува для меня это уже задача не из легких. А, я просто взял его. Тогда подождите, подождите, подождите. Тогда с такой стратегией у нас есть вариант еще и на заморозку. Ничего себе. То есть у нас будет все. Но что-то мне подсказывает, гипногрипп не сработает. Он, во-первых, дорогой и долго перезаряжается, пока я его поставлю. Наверное, нет. Надо что-то массовое под этот уровень. Массовый урон. Типа вот яблочный мортиры. Но, опять-таки, она мне не нужна. У него урон маленький. У него маленький урон и это не будет работать. Нужно что-то жесткое. Типа мортиры может запиться. Но, опять-таки, не хватит. Не хватит солнца нам на это. Надо что-то более-менее дешевое брать. Кактус. Давайте подумаем кактус. Но у него урон не такой большой. Опять-таки. Да, цена хорошая, но... А как насчет клубнички? Будет большой взрыв, да? То есть я буду нажимать, клубника взрывает. Стоит ли делать? Стоит ли делать? Стоит ли не делать? Ну, давайте попробуем просто. Посмотрим, что с клубникой будет. Схватит мне средств купить ее хотя бы. Она дорогая. Поехали. Дорогая клубника. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Где у нас зомбак? Зомбак сверху. Ой, это я как-то не рассчитал. Чуваки. Это я так пальцем нажал. Вы видели? Мгновенно я поставил подсолнух и сразу каким-то образом я нажал и поставил стенку. Жесть. Просто я не знаю, что. Я даже не знал, что так можно сделать. Прикольно. Так, нужно больше солнца. Нужно больше... Плохое начало. Нам сейчас будет очень сложно. Из-за этой ошибки, то, что я допустил. Нам будет сложно. Нам будет сложно. Сложно-сложно. Так. Так, что там происходит вообще? Что происходит? Давайте еще сюда добавим. Сверху блокируем. Снизу сейчас будет проблема. Тогда попробуем дракончиком вот так. А, кстати, вначале-то еще можно, знаете, что делать? Сразу использовать еду и, знаете, сразу получать много солнца. Можно тоже об этом подумать. Как стратегия такая, чтобы была... Не знаю, насколько она хороша будет, но... Пока, видите, мы не можем купить клубнику, потому что нам... У нас проблемы. У нас проблемы здесь. Когда будет все нормально, тогда я куплю, конечно, клубнику. Пока рано об этом думать. Вот сейчас попытаюсь накопить я. Вот ничего не делать. Только витродува использовать за 50 и все. И пытаться накопить. Ну и, конечно, надо ставить стенку по-любому. Так, витродув. У нас одна минута. Мы полмиллиона уже набрали. И вот сейчас клубника будет. Смотрите, чуть-чуть осталось. Я только почерю стеночку поставлю. Клубник, наверное, по центру лучше всего ставить. Я так понимаю. Чтобы был максимальный взрыв и максимально много зомби взрывать. У меня просто вопрос, какой взрыв. Все ли умрут, или у них там много здоровья, что это не сработает, что многие выживут еще. Вот у меня такой вопрос. Надо это проверить. Мы сейчас это сделаем и проверим. Еще клубника есть. Еще клубника есть. Пока все нормально. Мы даже миллион почти набираем. Такой стратегии. Не знаю, как это получилось. Видите? Нормальная просто. Ну, давайте. Клубника пошла. Смотрите. Ну, взрыв. Ничего. Вначале какой-то маленький взрыв. Вы видели, да? А потом такой серьезный. Да. Хороший взрыв. Хороший взрыв. Только у нас. Так, давайте. Вот еще клубничка. 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 Здесь, наверное, надо. Ой, не на этого надо было. На верхнего дракона. Тогда больше плей не было. Это, конечно, да, ошибка. Я сейчас увидел. Давайте такие клубники кинем. Что они сделают? Да ничего они не сделали. У нас, кстати, много очков. Полтора миллиона. Но я не думаю, что это заслуга клубники. Мне кажется, просто как-то мне повезло. Или что? Почему такой большой? И, типа, может быть, в этой игре, типа, больше играешь подряд побед. Больше очков дают. И больше сложности игры. Я не знаю. Может быть. Потому что, ну, блин, ну а что я сделал в этой игре такого? Ну, знаете, что изменилось? У нас единственное третьего уровня стал одуванчик. Возможно, из-за него у нас так много очков стало. Потому что я не вижу, что прям клубника нам дала что-то. Если я сейчас уберу, вот я сейчас специально уберу клубнику, я думаю, что мы даже больше можем набрать, если поставим какую-нибудь другую бомбу или еще что-нибудь. Надо проверить. Ой-ой-ой, четвертый уровень, ребята. Вот что я хотел. Чего я хотел-то? Четвертый уровень. Премиум растения. Это, как, я не знаю, как обычное растение, например, восьмого уровня, наверное, по силе. Примерно настолько она... Настолько это растение сильнее становится. Так что можете поздравлять меня. У меня реально хороший апгрейд. И нам это понадобится. Вначале проапгрейдим нашу стеночку. Стенку орех. Вернее, гороха... Гороха орех. Пи-нат. Пи-горох, над-орех. Вот такое у него название. Не супер популярное, конечно, это растение. Многие из вас, наверное, его даже не покупали. Оно такое. Но оно бесполезное. То есть урон маленький. Ну, защита как стенка. Ну, а толку? Она ж не взрывается. Вот взрывная стенка это самая крутая. Однозначно. Пять тысяч апгрейд. Смотрите, больше здоровья нам это ничего не дает. Перезарядка быстрее. То есть мы можем быстрее их выстроить. Если у нас, конечно, солнца много. Ну и урон увеличился тоже отлично. Так что давайте пробовать. Уже четвертый уровень. Я тогда, знаете, что беру? Надо тогда поменять клубнику. Я вот думаю, что взять-то? Что взять? Можно вообще попробовать заноли, которая дает нам солнце, чтобы мы попробовали очень много одуванчиков выстроить. Давайте попробуем, а? То есть я убираю клубнику. И я ставлю просто одуванчик, чтобы мы их везде поставили сейчас. То есть у нас будет много всего. Если они огромный урон нам наносят, да? Помогают нам таким образом. То давайте попробуем. Погнали. Стандартное начало. Только я, наверное, поставлю подсолнухи уже так. Потому что у нас я попытаюсь выстроить везде подсолнухи. 10 штук поставить. Вот левее. И поэтому нам нужно место для этого. Всего дела. Быстренько, быстренько. 10 подсолнухов, да, сделаем. Супер быстро, чтобы не отвлекаться на это все дело потом. Идет первый зомбак. Все хорошо. Ставим подсолнух. Сверху нужно стенку. Сейчас она загрузится. Так как они заморожены, это самое лучшее начало для меня, реально. Время есть собрать солнце, выстроить все. Я не знаю, вы используете такую стратегию или нет. Я, честно говоря, сразу ни одну стратегию я не смотрел. Я, то есть, сам придумываю, вы сами видите, улучшаю. Я не смотрю никакие ролики, там кто-то как-то играл. Ничего не повторяю, просто. Вот как есть, так есть. Может быть, есть сто раз лучше стратегия, я ж не знаю. Но тут все зависит еще от уровня. Выше уровень, больше урона, больше очков. Вот как-то так. Как-то так. Так, используем ветродув. Так, я хочу одуванчиков больше. Так что уделяем внимание больше одуванчикам. Если он есть, я его сразу ставлю. В первую очередь, чтобы быстрее всех уничтожать и быстрее пойдут следующие зомби, больше очков заработать. Но еще, знаете, что было? Я использовал еду в начале уровня быстрее, чем... Ну, обычно я так не использовал. Может быть, это еще как-то повлияло. Вот в чем вопрос. Возможно, возможно, нет. Ну, пока очков мало мы видим, да? То есть, очков реально мало. Еще полторы минуты. Еще полторы минуты. У нас время есть. Я выставляю больше подсолнухов. Ой, одуванчиков. И, может быть, даже этих дракош добавлю. Потому что у нас солнца много как-то накопилось. Никаких проблем нету. Надо больше урона наносить. Поэтому давайте добавим 200 тысяч на данный момент. Кстати, у соперника примерно столько же. Примерно. Так. Так, так, так. Одуванчик. Давайте сюда одуванчик. Просто так выгоднее ставить именно в эти ряды, а не верхние. Выгоднее больше урон получается. Ну, вы понимаете, о чем я. Я надеюсь. Не знаю. Мне кажется, реально, еду надо вначале использовать. И получается, быстрее идут сильные зомби, и мы получаем больше очков. Ну, как-то так, наверное, это работает. Просто непонятно, почему в предыдущей игре я так много получил. Я только вижу одно. То, что я вначале еду использовал. Видите, у нас тут не получится, наверное, столько. Заработать. Да я это вижу, что не получается. Можно вот так еще сделать сейчас. Концовочка, да? Устроить такой вот дождь с бомб. Сколько мы заработали в прошлой игре? Я вот забыл реально. Просто забыл. Но это точно меньше, насколько я понял. Это миллион... Миллион двести. Миллион двести. Я его победил. Смотрите, он двойной даже. Смотрите, какая у него стратегия интересная. Он теневые растения использовал, чтобы солнца добывать. Ветродув был плюс два дуванчика. Типа, чтобы перезаряжались быстро. Они были первого уровня дуванчики. Видите, у меня четвертый. Окей, давайте пробовать то же самое. Вот как сейчас я сыграл. Но только я еду быстрее использую. Мы посмотрим, смогу ли я больше очков заработать. Я просто быстрее еду использую. Я не знаю. Реально из-за этого это была фишка. Либо, может, все-таки как-то клубника повлияла. Но я смотрел, она не особо там... Ну, как взрыв какой-то был, не особо много всего сделала, решила эта клубника. Так, у нас 57 корон. У первого места сколько? 105 было? Я уже не видел там 115 у него или 105. Забыл. Так, ладно. Повторяем. Просто повторяем. Я хочу посмотреть, что будет, если я использую еду пораньше. И знаете, как я еще использую? А, я поставил неправильно. Ну, ладно, это не столь влияет. Прям настолько существенно влияет. Я вот здесь оставлю место. Здесь все дуванчики будут. А, кстати, можно сверху ставить. Я же дуванчики сверху вообще не ставил. Давайте вот так еще ставить. Новая тема такая будет, что верхнюю и нижнюю линию мы вообще не паримся. И просто ставим туда подсолнухи как-то так. Что-то типа того. А здесь будут дуванчики. А дуваны будут. А дуваны, а дуваны. Сейчас я просто жду, когда чуть-чуть побольше зомбаков будет. И сразу ветродув использовать. Еще одна фишка. Только появляются зомби, ветродув. Сразу. Я не жду ничего. Мгновенно нажимаю и все. Вот, едет, что-то там летит кто-то. Все, сразу ветродув. Без компромиссов. Сразу ветродув. Вот, летит. Сразу. Оп. О, кстати, да. Долго перезаряжается. Все равно дуванчик. Видите, надо ждать долго следующего. Это, да. Это минус. Ветродув. Оп. Сдули. Сдули, 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 сдули. Так, еду используем. Вот, смотрите, я сразу использую. Быстрее, чтобы не ждать. И поможет ли нам это как-то больше очков заработать? Еще раз использую вначале. Хоть это и немного очков даст, но я пытаюсь что-то сделать. Сожрали, кстати, снизу моего дракончика. Я не успел его спасти. И ставлю стеночку туда. Опять ветродув. Все дела. 200 тысяч у нас на данный момент. 200 тысяч. Ветродув готов. Я жду, когда ее использовать. Вот, поехали. Смотрите, у нас очень, очень много ресурсов. То есть, с такой стратегией, то, что я вначале еще на подсолнуха закинул еду, получается, у нас накопилось супер много-много-много-много солнца. Даже некуда девать, поэтому я даже дракончиков сейчас буду делать. Потому что все-таки подсолнух одуванчик долго перезаряжается. Реально, очень долго это идет все у него. Очень супер долго. У меня солнце есть, а куда его использовать? Вот, смотрите, уже 800 тысяч. Я чувствую, это будет рекорд, ребята. Реально, работает тема. То есть, мотайте на ус, хотите много очков, используйте еду вначале. Прям не ждите до конца, в конце это не работает. Не, а может, это родает очки, но не так много, как вначале. Если ты вначале быстрее убьешь зомби, быстрее сильные придут зомби. А это нам и надо, чтобы пришли сильные зомби, мы быстрее их убили. Посмотрите, сколько у нас одуванчиков уже. Ставлю еще по центру, вот, сдуваем. Смотрите, как все полетит туда. У-у-у-у. У-у-у. Вау-у-у-у-у-у. У меня уже там бомбы заканчиваются. Но это не главное. Уже там 20 секунд осталось. Смотрите, миллион четыреста. Миллион четыреста, ребята. Миллион четыреста. Надо по кулдауну просто ветродув использовать. Даже когда, наверное, летающих нету. Просто используешь, и все. 10 секунд. Смотрите, почти 2 миллиона. Это, по-моему, это стопортово мой новый рекорд. У меня не было никогда таких рекордов, чуваки. Не было. Давайте еще там, 0-0 Почти 2 миллиона, можно считать 2 миллиона Просто округляем, чтобы запомнить это число Ну а против нас Нубас играл, новичок Не Нубас, а новичок, может, просто в свое удовольствие Поиграл, но у него как-то каким-то образом Катапульта Капуста очень хорошо Раскачена 6 уровня, то есть играет Он не первый день, а, кстати Видите, у него заряженный А, не, а что, а что А, это не то, я думал Можно здесь использовать заряженные растения Которые в саду выращиваешь, но, по-моему, нельзя Здесь, тогда была бы халява, все выращивали Либо в саду, и потом шли этот режим Играли Такие дела, 2000 монет нам дали Скоро 15, еще вон там, так что надо играть Надо играть подряд, все выигрывать Жалко людей, кто против меня Будет играть, потому что 2 миллиона Набрать, если ты просто играешь Не такой стратегии, как у меня, мне кажется Сложно Я могу вообще вот этой стратегии играть еще Там, я не знаю, 100 игр, чтобы на первом месте Быть, потому что реально Стратегия работает Вот эти люди еще будут, видите, по очкам Я 62 Они меня догонят, обгонят У них больше сотки будет То есть мне надо набирать 200, наверное, очков Чтобы перейти в следующую лигу Ну, а следующая лига, типа, должна быть еще сильнее Сложнее Потому что, как бы, игроки, которые перейдут туда Это уже реально сильные Которые в деревянной много играли Потому что здесь игроки слабые Здесь кто-то попал случайно Как я, например, долго не играл Но и на пятом месте меня кинули на сюда То есть я должен был в первой лиге быть Но как-то повезло мне Вот такие дела Ладно, ребят, не забывайте, что группа ВКонтакте есть Где у нас будет скоро анонс Прямых трансляций по этой игре И не только Поэтому, чтобы не пропустить Вступайте в группу Увидимся в следующем видео Пока-пока Хорошего вам настроения Субтитры сделал DimaTorzok